и снова всем здравствуйте с вами Олег Аллаф Гудвин и мы проходим сейчас мануальную терапию тренинг сейчас будет тема такая про люмбага все способы расслабить поясничный отдел люмбага это вот как правило здесь боли они это даже называют диагнозом хотя это не диагноз по сути от слова люмбага произошли названия маркировку позвонков поясничного отдела поэтому они называются L1 L2 L3 L4 L5 5 позвонков поясничном отделе боли как правило там они пишут идиопатические то есть это неясно и конфигурации неизвестно от чего образовались в общем что-то что-то здесь болит что конкретно ну мы можем поизучать конечно продавить там пропальпировать мышцы это мышечная боль или нет совместить сжать например сустав то есть суставная боль или нет потому что там актрит может быть или может быть грыжевое образование оно давит на корешок который называется радикулы или ну не знаю удар или может передние поясничные мышцы они стягивают что-то то есть конечно можно там пропальпировать и поискать да но в принципе такие люди обычно приходят с очень болью сильно они еле идут добираются до стола мы их укладываем здесь лицом плохо вот соответственно ну во первых все растирающие методы мы применяем да ну если воспаление идет воспалительный процесс то согревать как правило нельзя это место понимаете поэтому мы вместо массажа используем после изометрическую релаксацию сокращенно пир это что означает создаем напряжение статическое пост это после изометрит напряжение после этого вступает релаксация расслабление для этого потренируем то есть тут все мышцы и квадратные и косые и широчайшие ну и там и паравертебральные все четыре слоя мышц потренируем человека это вообще делать потому что многие не включаете мышцы какие надо смотреться на позвоночник таз на скручиваем сюда его прижимать к столу обратно получается за ребра я тянут выбрал то поскручиваю да а ты спрашивайся зубы поднимаю так вверх все и вы обращаете внимание чтобы человек скручивался именно ребрами не не сильно упирался плечом и таз не поднимал попробую еще раз в воду виду виды да вот так чтоб колен потом не поднимал да это моего подготовили человека теперь сам прием осуществляется на вдохе задержка дыхания предупреждаем чтобы задерживало дыхание примерно 10-15 секунд мы создаем напряжение и на выдохе полностью расслабляешься и ты прям расслабляешься по столу растекаешься смотрите вот теперь сам прием вдох задержать дыхание даю теперь вот уже там идут щелчки таза не слишком сильно все выдох упали прям помогли человеку расслабиться он должен растечься по столу как ленивый крокодил на солнышке лежит ящерка вот паузы между приемами примерно 5 секунд и еще раз повторяем вдох таз вниз ребра вверх на меня на меня выдох выдох расслабились давить не надо прямо начал предупреждать что про мне надо сто процентов давить сопротивляться да так примерно 50-70 процентов создаем напряжение еще раз даем вдох таз вниз скручивать таз-таз включая таз включая вниз таз вниз вниз вот-вот-вот-вот да видите надо не сразу собираюсь вот такие мышцы должны работать ну как вот этого достаточно чтобы расслабилась зона можно подключить потом соответственно все виды скруток даже во время пира смотри еще раз создаем напряжение вдох на выдохе расслабилась она расслабилась а мы раз и там все щелкнуло в общем там уже все прощелкнуло далее как мы расслабляем эту зону вставай на пузу стола на стол пузу стола это значит на коленке перпендикулярно столу руки перпендикулярно вот все перпендикулярно шире коленки чуть-чуть и мы помогаем человеку дышать вдох она опускает живот вниз как будто будет грузик тянется вниз выдох вверх поясницу да следите чтобы не спина именно поясница помогайте создавать ему напряжение выдох еще раз вдох выдох теперь человек спокойно дышит встает на локте мы держим таз таз должен быть перпендикулярно многие смотрите чтобы перпендикулярно столу ложись на грузинке вперед вот начинаем затягивать его таз назад а всю поясничную область вперед и по боковым мышцам по позвоночнику можно все вытягиваем вперед чувствуешь как тянется ты просил растянулась можно это сделать и на полу там мы можем подключить ноги ну давайте покажу может куда не ты остаешься ты остаешься в этой позе мне придется к тебе присоединиться коленками толкаем в таз назад вот вперед вот можете вперед подтянуть руками видите коленки назад руками вперед и тут уже уже может все прощелкать так теперь человек мягко ложится придерживаем потому что на самом деле будет сильно поэтому придерживаем человека можно использовать например ремень вот такой чтобы быть негодника по первому числу но я хочу конечно мы его используем по подвинуться чуть-чуть таз подними нету ремня можно скрутить полотенце там что-нибудь такое значит за уголок передней поддушной кости цепляемся и тянем подзагонали назад вот вытягиваем и вытягиваем немножко так шатали потесли и тянем назад вытягиваем это ппс поясническом суставе также для этого можно использовать ну например сторонку сложили свернули вот так вот просто она мягче чем ремень да и шире захвата поэтому безболезненно получится вот так неправильно извиняюсь внимание везде есть нюансы в принципе можно было снизу захватить да но нам нас интересует именно поясница поэтому через нее захватываем и плоскостью под ногой прокладываем вот здесь предлагаем держаться за стол держись покрытия за стол мы ведь как плотно до задержан до цветов на себе снизу и немножко можно даже поддернуть также можно взять под мышки ноги для вот уже цели немножко вот такой с подкроткой на себя за бедро вот мы обычно выдерживаем бедро да ну чтобы попасть именно на таз можем сделать упор противоположную седовичную кость я держу в кость и выдержать так ну скрутки он уже показывал да попробуем еще лечь на камне спиной на бочок скрутка тянет все эти мышцы и пояснично подврошенную до связку и можем до грудного отдела для этого накладываем вот так эту руку вытаскиваем придерживаем свою ножку чтобы он 90 градусов или даже по лужу чем 90 градусов здесь такой держим руку передом назад глазами на свою руку и подиагонали мягенько скручивая почему угол уже чтобы было именно воздействие на пояснично-крестцовое сочинение и пояснично-подвздошное сочинение теперь смотрите такие люди обычно они это боль прям непроходящие поэтому помогаем встать для этого как встаем подхватываем под шею аккуратненько под коленки и разворачиваем на курчика и раз вот так вот хоп и они потом встают аккуратно смотри за счет силы рук спускайся ты держишь руками себя спускаешься ногами тоже поясница болит спускать но теперь только вертикализируется теперь только не за счет силы ног встают дальше предлагаем им повесить такой прием берем заказываем подушку такую в магазине буденшоп альфа топ так вот кладем чтобы она была мягкая и человек подходит вот он знаете как она или идет вот так вот подвздошными костями прямо на уголок подушки выкачивается вы не показывается как это сделать нам показывать переваливается туда и натягивает себя на стол вперед тянет а ноги расслаблены просто висят вот видите просто ноги висят и и так же вставать он будет тоже за счет силу подтянулся ножками подошел поближе встал вертикально тут резко нельзя вставать после этих приемов только медленно и за счет силу ног вот так вот встаем надо было еле еле подойти все натянулась до ножку болтается согнутый согнутый болтается и нам соответственно тут растянуть раскрепостить для этого мы берем опять же вытягиваем диагонали из-за ось лопатки из-за ось гребена подвздошу кости зайдет динами вытягиваем можем помочь здесь себе ногами ну например вот с этой стороны тянем да значит на эту же ногу наступали дальше хорошо все это место подготовить и по тазовым костям и по крестцу отбиваем его вниз чтобы оно все высчитано здесь теперь мягко поднимайся сначала выпрямилась и теперь вставай и вот так же можно теперь сделать прием если в это позднее получилось ну и так же вот продолжаем эту тему когда мы все потянули продышали расслабили да теперь можно провести такие более жесткие уже на репутативные техники кладем вот эту подушку видимо такого образная по дизайну олега алафа гудина только вот смотри надо уголком вещь на улице косточки вот чтобы живот сползал туда значит здесь тоже можно отбить таз назад либо мы это кулаками делаем потому что он бывает увеличенный лордоз когда увеличенный лордоз поднимается крестец надо его обратную сторону опустить ну ничего потерпели потерпели сильно в щадящем режиме молоток можно использовать тоже берем сворачиваем простым чтобы было помягче и отбиваем таз назад подвздошные кости по диагонали немножко вот так чтобы на расширение ушло и позвонки нам надо расширить межпозвонкового расстояния значит теперь вбиваемся в них вот где ямочка находится до визуальные между ними находится опять с 1 начиная отсюда естественно отросток обнимаем как бы вот своим пальчиком его по диагонали пробиваем вперед и вниз следующий следующий вот нас интересует только поясничная область но терпим уже да все хорошо да и вот теперь здесь может как раз в такой позе тут подушка должна быть пожестче жесткий паром специально провести вот этот прием когда мы заказку расширяем с 0 и толкнули растянули и толкнули и также то что мы сделали для грудного отдела декомпрессию помните вытяжка также можно и здесь теперь уже сделать в этой позе либо то же самое вытяжку можно сделать в позе собаки но на полу когда человек на полу но об этом будет в следующих видеороликах с вами была река лав гудвин приемов у нас очень много более 200 насчитывается и если вы к нам не подпишетесь не придете то вы все потеряете потому что по видео тяжело научиться многие нюансы просто исчезают понимаете уплывают с вас подписка ставьте знак на колокольчик чтобы не потерять уведомление о новых полезных видео я вас жду у себя на тренингах пока пока